Добрый вечер, уважаемые любители Dota 2, с вами MailStorm и Light of Heaven, и это Dota 2 Champions League, третий сезон, Fnatic против Empire, первый матч на сегодня. И для начала хочу всем передать огромный привет, огромное спасибо, что вы смотрите нашу лигу, ну и надеюсь, матчи сегодня у нас будут интересны, и, конечно же, огромный привет Ласту. Здравствуйте. Фнатики у нас пока что на лиге не играли, что касается имперцев, они провели одну встречу, провели они ее вчера, если мне не изменяет память, играли они против, одну секунду, да, играли они против Power Rangers, и закончилось все со счетом 1-1. Также они, нет, они еще играли с Next Time, и обыграли их 2-0, но у нас почему-то в лиге, в табличке лиги небольшой завтек, тем самым 3-1 счет у Империи. Ну и Fnatic это, наверное, одни из главных их конкурентов по группе, претендентов на выход с высокого места, и один из сильных соперников. Фнатики у нас традиционно сильны на протяжении уже многих лет, вот такая у них хорошая стабильность, не хватает им, может быть, каких-то первых мест на турнирах, но они очень часто вторые, третьи, четвертые, и всегда очень опасны. Вот. Мне Fnatic очень нравится, потому что, несмотря на то, что, ну, первые места не занимаешь, и это понятно, что вообще в условиях Европы, да и всего мира очень тяжело быть первым, но они общая дистанция, они показывают, как вот команда топ-4, топ-5 мира, ну, если не считать Китай, то есть они молодцы. Да, и не возникает вопросов с точки зрения каких-то там тех же инвайтов на интернешнл, потому что вот стабильность такая. Да, продолжай. И плюс они, у них есть свой стиль, у них есть такой стиль, ради которого тебе хочется за ними смотреть, и действительно вот ребята исполняют вот в каком-то своем уровне. То есть, если мы глянем сейчас на пики, прошло уже там где-то два года, и первый бан у нас все тот же. Это Висп против команды Fnatic. Вот такая у нас уникальная команда. Да, действительно, поигрывают они с Виспом, и поигрывают достаточно неплохо. Составы команд у нас полные. Fly, No Tail, Aerotrix и Honey, Fnatic, Mag, Fly, Resolution, One Score и Silent 2 Империи. И отдают сразу же Имперцам Ликана. Посмотрите, какой интересный бан также против Империи. Вот эта Мирана, на которой у нас Silent с Resolution отыгрывают. Ну, последние две игры, по-моему, Silent играл. Ну, в общем, опасная-опасная Мирана. И хотят забрать Дарксира, против которого она хороша. Фнатики еще и забирают Рента. И вот начало уже такое очень интересное. Два толстых героя. Хорошие под масс-файты. Но пока проблема Ликана, так сказать, она присутствует. То есть, пока нечем его контрить. Естественно, самая простая контроля Ликана, это прийти к нему на хардлайн, прийти к нему на линию и попытаться там его как следует поджать. Да, или вариант номер второй, что ты пикнешь более наглоу кэри, который будет способен его в мид-гейме останавливать. Один из самых ярых таких вот бойцов был в прошлое время. Это Войт, которого пикали ДК. И вот этот Волк юзает форму, юзает своих книжку. Там Хауль, все дела. Бежит нападать на тебя. Войт ставит хроносферу. И за пять секунд у нас Волк стабильно падает. Вот как один из вариантов. Да, действительно, неплохая контра. Но, конечно, Войт все-таки вначале послабее смотрится. Ну, вообще, да. Поэтому здесь уже кто кого перенаглеет. Когда берут у нас Войта, то необходимо идти и жарить его. Но с Волком это сложновато, поскольку тоже мели. И любой Хауль контрится тем, что ты убегаешь. Но не суть о Войде все-таки. Войта у нас сейчас пикает редко. Да и вообще Фнатики у нас уникальны тем, что они пикают первые два пика Darkseer Trend. Да, не каждый день ты это увидишь. У нас пошла новая мета. Вперед идут только сильные герои. Посмотри, несмотря на то, что Тинни, точнее Висп в бане, Тинни тоже улетает в бан. Империя просто, по-моему. Ну, мне кажется, Тинни без Виспа играется крайне редко, поэтому здесь погорячились они с баном. Сами забирают Лишрака, который Тринту Протектор очень быстро сбивает Ливенгармор. Будь то вышка, будь то какой-то герой. И, в общем-то, Флай на этом Лишраке смотрится неплохо. Как раз еще дополнительный пуш. Такой достаточно суровый суппорт, если нафармить свои определенные айтемы. Много магического ДПСа вносят. Ну и Shadow Demon в бане от Фнатик. Вот Фнатик очень сильно боятся какой-то связки Shadow Demon-Мирана или тот же Shadow Demon-Лишрак. То есть они стараются сейчас все это подбанить, чтобы Darkseer у них на хардлине чувствовал себя хорошо и мешал Ликану фармить щитками. Да, или вариант номер два. Они пикуют связку, чтобы никто не смог прийти к ним на трипл лейн, потому что сейчас у Фнатиков уже небольшая наглость. Это Тринт Протектор. И сейчас им нужно придумать лайн, который способен устоять против трипл лейна. Потому что Лишрак это уже задумка на то, что смогут с этим Shadow Demon и тот же Волк стабильно уносить в Тринтри тебя. Сейчас Фнатикам нужно обезопасить себя. Спайр забанили вообще вот самых вот смотриших героев и понимаешь, что это исключительно респект баны. То есть Тинни и Дэз Профит, которые влились у нас в стиль Фнатиков. Тинни больно бьет ТВРА, Банша больно бьет ТВРА своей ультой. Также есть возможный потенциал пуша. И вот это все не очень приятно для имперцев. Любят они убирать. А Фнатики забирают все агрессивное на трипл лейн. Да и вообще на раннюю игру. Да, Shadow Demon и Shadow Shaman такие. Два Шадоа. Да, действительно. С дизейблом, с подпушем. Есть информация, что Фнатики уже не раз играли и убивали топовые команды с Тинни без Веспа. Ну поэтому, видимо, и Бан. Все-таки Магу виднее. Я честно признаюсь, я Фнатиков очень давно уже не комментировал. Исключительно они мне попадаются на Дота 2 Чемпионс Лиги. А, нет. Был разок на ESL совсем недавно. Они играли с Клаудами в BO5 матч за выход на LAN. Ну это было что-то. Они, кстати, победили. Но это просто было нечто. Вот эти вот... Ну это я уже рассказывал, помнится, как Enigma пришла с инвокером на Хардлайн вдвоем. И прочие интересные штуки там. Вопрос был, скорее, никто побеждает, а кто круче сливает игры. Шейкер от Фнатик. Это, судя по всему, под Дарксира, чтобы как-то зафиксировать цели под вакуумом. Можно было под стенкой. Ну, с Дарксиром хорошо сочетается он, если скомбинировать все. Но как он в целом? Ну пока похоже на очередную воба комбу. В Фнатике у нас вот уже забанили все то, что может их убить на линиях. И сейчас по игре он смотрится шикарно. Шейкер вообще, наверное, шикарно смотрится в любом пике. Потому что он может станеть, он может давать буст. Он может также, если с определенными артами, себе фармить. Выходить в лейтгейм, напиливать как с руки, так и с рейнджа. То есть, ну, все в его руках. Но огромная проблема — это слабость лейнинга. И Empire отвечает. Забирает Рубика. Видит слабость, что пока у Фнатиков проблемы по линиям. Что вот уже у нас такая дабла Трент Протектора и Шейкер. И есть вероятность, что надо будет идти и за такую наглость их карать. Единственное, что их немножко останавливает, это то, что Dark Sears будет стоять соло против Ликантропа. А Ликантропа надо куда-то девать. Да, это не очень хорошая ситуация. Вообще, Empire крайне редко оставляют Саунта в одиночестве. Но здесь я согласен. Скорее, Фнатиков нужно наказывать. Потому что у них два не самых сильных героя именно на линии. Это Трент Протектора и Шейкер. И если сейчас не прийти как-то к ним... Они не сильны на линии, но в то же время Хардлайнеру они не дадут подступиться. С этой фиссурой, с семечкой и с огромным уроном с руки Хардлайнеру будет тяжело выйти. Если у него не будет какого-то, я не знаю, липа или блинка, то просто его отрежет фиссура. Он никуда не сможет уйти. Очень тяжело играть, конечно, в такой ситуации. Забирают Шторма агрессивного для Хани. Добавляют такой вот агрессии в мидгейме. Шейкер, Дарксир, Трент Протектор и Шторм. И остается один вопрос. Какой это будет Кэри? Ну, судя по всему, Фнатики хотят увидеть все-таки от имперцев, что это вообще такое будет. Все-таки это будет какое-то давление на их трепло или сыграют они дефолтно и будут там отводить, как-то гангать в смоках? Ну, сейчас все, что видно по Фнатикам, они собираются доджить любой early teamfight. Они будут убегать от Эмпайр, а Эмпайр будут их ловить. Вот уже у нас Эмпайр забирает Акса. Это, наверное, один из лучших героев против первых троих. Милишник, который будет их и цеплять, и танчить, и иллюзии Дарксира убивать. Вот с большим количеством хитпоинтов. И теперь нужен коронный бан. Коронный бан, который забанит героя, способный убить всех. В прошлый раз на финале MLG у нас Фнатики показали Тинни. Тинни, который стабильно убивал Империю в двух игр из трех. И сейчас этот Тинни забанен, и Фнатикам нужно что-то еще придумать. Ну, а Фнатики убрали пака. Ну, боятся какой-то вот такой агрессии. Ну, вообще, агрессивную комбинацию, которая... Я не согласен сейчас, на самом деле, с баном Империи. Не совсем, потому что, разве что, этот Эмбер Спирит мог, конечно, пойти в мид. Но, в целом, как по мне, Лешрак, Рубик и тот же Акс, они его продавят очень легко на линии. Они бы его, с большой вероятностью, с таким лайнапом, они бы их просто уничтожили. Тут такой лайнинг бы получился, если бы был Эмбер Спирит, что Тренд Протектор, Шейкер, Эмбер просто идут на первом левеле, втроем на тебя, и давай убивать Сурки. Необычное явление. Вот как раз Банды с Профит очень классный, потому что это тот самый, так, герой, который, в общем-то, выдержит давление. О, какой пик от Фнатиков, это Деваурер. Ну что, он прятать Акса будет? И вообще, еще до конца непонятно, что задумали Имперцы, куда пойдет этот Акс, как они его будут использовать. В общем, пока что очень много вопросов по этой игре. Ну, пока... Да. Очень важно, как раз ставят линии. Пока видно, что у Фнатиков по потенциальной керри Шторм Спирит, который будет ставить на легкой, под прикрытием Шейкера и Тренд Протектора, все-таки статы у них высокие. Вот у Трента со Штормом фармит, если что, лес он сможет. Терпеть на ход по защищению он тоже сможет. Да и вообще, ну, как вот терпеть на лайнинге Шторм умеет. А Алтвар Деваур – это герой, который отлично контрит милищников. Он прекрасно справляется с Ликантропом в лейтгейме, прекрасно справляется с Аксом. То есть, любого героя он либо засейвит, либо будет убивать с руки. Если кто-то нажмет БКБ и начнет риф, то он сможет его засейвить на 4 секунды. Так что, пока Алтвар Деваур хорош. И Эмпайр решили отконтрить его еще более крутым героем – это Никс Ассасин, который будет бёрнить ему всю ману на протяжении всей игры. Да, это великолепное решение. Действительно, контрит Никс его очень-очень здорово. Буквально на 5 секунд идем на перерыв. Никс Ассасин, но пока что на нем флай. И, судя по всему, это не Соло Мид Никс Ассасин. Соло Мид у нас пойдет какой-то другой герой. Либо сейчас будет свап, Ванскор забирает себе Рубика. Резолюшн на Ликане. Интересная ситуация. Ну и давайте смотреть, будут ли какие-то свапы. Итак, видим, что Сайлант играет на Кэрри или Шраке. Ванскор играет у нас на Рубике. Флай играет на Никсе. Ликан пойдет в Мид от Сайлента. И Акс от Мага отправляется на нижнюю линию. Где будет он справляться с Дарксиром? Ну, пока что сюда идет Ноутейл на Шейкере. С сапогом, кстати, настроен по Роуми. И Дарксир закупился для того, чтобы, в общем-то, стоять на линию. Купил себе Регенов. Массу Хани в Соло Мид на Деваврере. И Эра с Флайем у нас на топе. Так, ну и что тут? Ох ты, посмотри, какая трипла получается. Флай, Ванскор и Сайлант, Лишрак, Никс, Рубик. Очень жесткая трипла в плане прокаста своего. И, ну, действительно, здесь достаточно будет зацепить Эру. Он уже никуда не должен уходить. Ему влетает один стан, влетает второй стан. После телекинеза ХП на этом заканчивается. Что скажешь по поводу линии Акс против Дарксиром? Пока абсолютно пацифичная линия. Дарксир не будет подходить к крипам, поскольку у нас Акс будет крутиться. В итоге Дарксир будет просто кидать щитки, заходить за лайн и забирать всех крипов. Это самый благоприятный лайн для него. Но Акс, смотря на это, он с большой вероятностью тоже под щитком будет убивать всех крипов через Каунтер Хеликс. И так они будут стоять вдвоем и иметь приблизительно равный крипстат. Разница только что, если Дарксир еще упадет в лес, заведет крипов и заберет лесных пацанов. Да, такое, кстати, действительно можно. Ну и правда сам Акс тоже может заходить в лес, если у него будет все в порядке с хитпоинтами. Он вот закупился массово на реген, в общем-то здесь все должно быть хорошо. А что по поводу Соламида? Я так понимаю, у нас здесь будет стоять Ликан в одиночестве против Деваврора. Насколько вообще это хорошая линия для одного и для другого? Хорошая линия до где-то 4-5 левела Аутвар Девавра, потому что с Топориком Ликан будет всегда иметь больше урона. У него 32%, это где-то плюс... Короче, у Ликана где-то 80 дамага сейчас. И при хорошем контроле он будет добивать каждого крипа. Но если у нас состояние на центре затянется, и Хани прокачает Аркейн Орб на левел 1, то он мало того, что будет убивать волков с одного удара, так еще и Резолюшн будет без маны оставлять. Поэтому, скорее всего, здесь ставка на то, что в один момент они свапнутся. Или у нас Резолюшн идет в лес, забирая тот же фарм, как и Аутвар Деваврор. То есть, пока у нас приключения, я ожидаю видеть сверху. Сверху все-таки вот эта вот наглость, да, тренд протектор, шейкер, и это надо наказывать. Нельзя давать таким ребятам фармить на ранней стадии. Ну, в общем, я специально оставил эту линию на самое сладенькое, на конец, потому что здесь у нас очень интересный лайн от Империи. Такой необычный, но очень опасный, в то же время зависящий от того, как все пройдет. Мы видим, что тренд выходит вообще у нас вниз. То есть, сверху сейчас будет терпеть один шторм, и нужно быть максимально осторожным. Выходит у нас тренд. Пошла семечка. Смотрим, бегут за магом. У мага проблемы. Маг первый левел контр-хеликсов качан. Еще одна тычка от дерева. Буквально еще один удар. Маг уходит практически без хп. Вешается армор и отступает. Ну, здесь магу, можно сказать, что повезло. Смотрим на Эру. Рубик стопит атаку. Эра сейчас чуть-чуть выйдет, и будут у него большие проблемы. Ну, видим, пока что с магом справляются. В общем, и вот эта линия не получилась у нас специфичной. Тем временем атака на Эру. Промазал станом лишак, но все равно есть хорошие шансы забрать. Смотрим. Буквально еще одна тычка, но шейкер ставит великолепную фисуру. И теряют очень много хп. Вот ошибка империи. Все хорошо они сделали, но если бы они это делали под Хаулем изначально, а не только сейчас дал Хауле Кан, то это был бы Ферстблот. И если бы попали станом. Да, конечно. Ну вот о чем и речь, что здесь... Так, Сайлент на лишаке 21 раз. Винрейт 62%. Штормы видели всего 8 раз. Винрейт 50 от Эры. Ну, на самом деле, я так понимаю, Сайлент и эта статистика еще со времен, когда он играл на саппорте идет. Ну, потому что на керрили шоке его столько раз не особо. Смотрим, у мага проблемы. Ой, маг заходит, пытается проесть ветки, но Трикси добивает его. Это Ферстблот на нижней линии. Вот очень неудачно все сложилось сверху, конечно, должны были забирать Шторма, но в итоге падает у нас маг, и это не очень здорово. Маг в опасности. Из-за того, что у нас Тренд Протектор взял себе сапог и решил ромить, то у нас кнатики поняли, верхний лайн защитить нельзя. У нас и так агрессивные ребята, которые под Хаулем в любой момент смогут нам напинать, и вот они сконцентрировались на маге. Сейчас мага в такой ситуации, что мало того, что ему постоянно заходят крипы под Тауэр, и вот эти крипы умирают, так еще у нас Тренд Протектор, который фактически его в соло убивает с руки. У нас, кстати, вот прошу оценить, вот центр. Ликан дает Хаваль, у него сейчас вот, смотри, осталось только 117 маны. Еще один, еще разок спрячет его Ханни, и маны у Ликана не будет. И с большой вероятностью у нас Резолюшн сейчас куда-то уйдет. Потому что даже если он сейчас выпьет Боттл, вот мы глядим, да, у него нет молния на волков. То есть это печаль, грызти печаль. Да, это только самое начало, но вот здесь сказалось то, что Никс не стал приходить к Девауру на первом левеле, не стал его бернить, решили забрать сверху, сверху ничего не забрали, здесь еще Флай проседает, попытка кастовать молнию. В общем, решили как-то оттянуть своего Рубика, Ванскор сейчас бегает, ну по факту без дела, и сверху достаточно хорошо себя чувствуют в натике, снизу они чувствуют себя тоже хорошо. Здесь продолжает напрягать Дерево, но Дерево уже третьего левела, Маг четвертого, Дарксир также четвертого. Мы видим, что Дерево взяло третий левел. Откуда-то, ну, несмотря на то, что Дарксир идет с Аксом вровень, Дерево не отстает так же. Ну, видимо, это Смерть Акса сказалось. Ну и сейчас Хани с каждым левелом будет все меньше маны резолюшену оставлять, то есть пока что у него четвертый, но левели на шестом у резолюшена маны может вообще не быть. Он, кстати, делает очень грамотную раскачку, вместо того, чтобы паковать себе ботвел, который будет забирать руны, он понимает, что эти руны он возьмет вряд ли, поскольку верхние руны контролируются нон-стоп, ну а нижние он так и так возьмет. Он понимает, что ему это все не особо надо и пакует статы. Статы, чтобы он лучше бил с руки, постоянно оставлял резолюшены без маны, если что, мог бы его через ультимейт убить, потому что сейчас разница в интеллекте вообще дикая. Резолюшен 15, а Outward и WoW нападают на Эру сверху, бегут на Эру, нету армора, вот кидает армор, но Тейл заблочил своего другана, и Эра у нас попадается. Да, это минус Эра, действительно заблочил здесь Нутейл, не кстати совсем, в итоге там еще и в крипах пробродил Шторм, а на самом деле, если бы не это фиссура, давался Ливен Гармора, и Шторм мог вполне отступить без проблем, счет становится 1-1, но действительно очень здорово, согласен, Ханни здесь сыграл круто, потому что вот этот Деваурер, у него с такими статами действительно очень много интеллекта, не заканчивается мана, и Ликану нужно быть осторожным, потому что вот сейчас 6-й левел, и сейчас Ликан может просто умереть, буквально пару тычек, урон там колоссальный сультивный. И у него, вот есть реген, но даже если он его завязает, у него не будет маны, чтобы волков вырезать. Пока у нас Ханни доминирует на центре, этот крипстат видно, что постепенно он вырывается. Единственное, не хватает в центре варда, который бы позволял убивать у нас волков резолюции. Смотри, что делает Рикси, тут просто делает все, что хочет, будет, наверное, агроатакс, он им промахивается, пошла семечка, и хорошо себя чувствует Рикси. Вообще, сверху у Шторма по крипам ситуация печальная, лишь Рак имеет гораздо больше. Но если мы посмотрим снизу, Акс вообще ничего не имеет тоже, но Трикси при этом имеет топовый крипстат на карте. Да, это при том, что у нас в натике имеет более слабый лайнап, и это на самом деле плюс для них. В очередной раз они, да, они умудрились выкрутиться по своему лайнингу, и вот так вот в 3 мили потащить супер агрессивные выпады. Да, ну и в лейте, действительно, если мы посмотрим, то у Империи практически отсутствует... Ну, скажем так, у них несколько больше героев, которые скорее похожи на саппортов, чем каких-то действительно жестких дэмэдж-дилеров. То есть, мы смотрим, есть Ликан, это неплохо, но Ликан в драке, это не такая большая сила, как многие кэри. То есть, основное преимущество, это прежде всего сплитпуш, мобильность. Если мы посмотрим на позицию соло-мидера как такового, то его у нас нету. То есть, у нас есть Резолюшн, который играет на Ликане, но нету героя, который бы... Ну, типа Пака или Шторма, который бы действительно вносил огромный урон и при этом еще был супермобильным. У нас есть Лишрак, но Лишрак явно не мобильный герой. И здесь действительно может получиться у Империи, если ситуация в игре затянется, что у них будет как третий саппорт, по сути дела, вот этот вот Лишрачок. А в то же время у Фнатиков, у них-то, в общем-то, тоже, можно сказать, не хватает какого-то дэмэджа с руки, но у них потенциал в драке очень сильный. То есть, Дарксир плюс Дерево плюс Шейкер и Деваврер, прокаст просто убийственный. Да, единственная их уязвимость, это отсутствие физ ДПСа на ранней стадии. Штамп Спирит, основной дэмэдж магический, Аутуар, Девавр магический. Поэтому, если Эмпайр соберут здесь там 3-4 БКБ, плюс пассивка Рубика, которая в лейте у нас дает 20% сопротивления, то Фнатики могут в 5 на 5 и прогореть. Ну, действительно, да, здесь не хватает физической уроны. Посмотри, как классно Эра сделал. Он себе тангусиками правил проход, а теперь спокойно имеет доступ. А, то есть, он видит этого Никса, который его пытается там загангать? Да, и он постоянно просто выходит и палит его, на самом деле, крутая. Так, начинает у нас третья аура уже настреливать Ханни. Он, кстати, не вкачал ультимейт. Вот, как ты говорил, абсолютно так делает Ханни. Он вкачивает на единичку вот этот орб и просто изничтожает волков. Ликан пошел регенить. Флай здесь 4-го левела. Лишрак 5-ый. У Эра могут быть проблемы. Закрывают Флай, очень здорово. Будет ли у нас Тан? И великолепная игра от Империи. Стан залетает еще и в Ноутейла. У Ноутейла проблема, но его здесь отпустят, скорее всего. Великолепно сыграли Эмпайр, но слишком агрессивно, на мой взгляд, действовали Фнатик. Им как раз нужно оттянуть. У них очень мобильные герои в лейте. И у них огромный урон вот именно магический, плюс чистый за счет Деваура, за счет Шторма. И, в общем-то, даже в Супер Лейте БКБ это не так хорошо контрит. Потому что БКБ-то заканчивается. А этот урон, он может быть... Смотрим. Вон скоро зацепили. Нет, ну, все в порядке. Ой-ой-ой, у Лекана проблемы. Последняя тычка остается. У него буквально 30 хп, и у Деваурера не хватило ультимейта. Ну вот он за счет четвертой пассивки уже бьет все время с Аркейна Арба. Здесь Лекану крайне тяжело. Вот он выходит, пытается подгрызть, подгрызает немного Деваурера. Да, кормит волков за каждого по 40. Это ошибка, конечно, резолюшену так делать не стоит, потому что волки, ну, достаточно много дают, и сейчас ему приходится уходить вообще на базу. Ипсмы с верхней линии все ушли. Эру оставляют на фрифарме. Ну, потому что он получил 6-й левел. На 6-м левеле Эры ты его забрать не сможешь такими героями. Здесь нужен 6-й левел Нюкса, а Нюксу этот левел нужно где-то получить. Возвращается у нас на верхний, все-таки будут получать дальше левел сверху. И теперь у нас все, внимание на низ. Есть Рубик, есть Акс, который Акс пока уязвим. Есть Тарк Сирпен Протектор. И у нас есть Шекер, который пока зачем-то идет в центр. Ну, очень много таких перемещений от той и другой команды. Действительно, проблемы со Штормом могут быть из-за того, что он 6-го левела, его никак не зацепить. И здесь все-таки решили с Эмпайр вернуться обратно. Но нужно как-то очень классно синициировать, иначе не убить этого парня. Под Товаром и Армором Тринта это вообще невозможно на данный вариант. Да, еще и Диаболиков нет, то есть сбивать нечем. Ван Скоро у нас жгут. Видим, что Резолюшн сверху великолепно играет Никса. Смог он попасть все-таки станчиком. И не было, судя по всему, Ливен Гармора. Смотрим на дерево. Нет, был Ливен Гармор, но все равно хватило урона. Еще сейчас Флай будет в инвизе забегать. Это может быть очень опасно. Видим мы Нолтейла. Будут ли заходить за Нолтейлом в лес? Очень рискованно. Может быть будут его как-то подстанивать. Заходит у нас Флай. Флай все видит. Дает ему фиссуру. Запирает себя Нолтейл. Получает стан. Ливен Гармор. Еще одна тычка. Стан и минус Нолтейл. Но здесь проблемы также могут возникнуть. У Сайлента, у Эры абсолютно нету вортекса. Но все равно он кажется Сайлента заберет. Здесь уже слишком далеко задайвили. ТП делает Дивауру. Шторма отрегенивается мана. И Никс уходит у нас. Но в общем-то неплохо сыграли сейчас Эмпайр. Они еще и пушат вышку в миде. Вот как раз то, что нужно. Нужно разводить. Нужно при этом пушить. И зарабатывать преимущество, чтобы эту игру потихонечку подводить к какому-то логическому завершению. Очень нагло пушит Резолюшн. Идет он один. Подходит к нему Трент Протектор. Например, у Трента нет ульта. И у нас Резолюшн убегает на альтимейте. Прячет Хани, но буквально не хватает одного крипа в Тренту, чтобы совершить свой коварный план. Здесь, ну как увидим, смотри как теперь Хани. У нас все просто замечательно. У него Мидас 2-0 Талисмана и Сапог. И это очень много. Эра сверху терпит. Но все-таки он оттерпел более-менее. Потому что сейчас будет ТТ-шика. И у нас все Фнатики перетягиваются наверх. Шестой Трент Протектор. Ой, Никса нашли. Закрывают его. Боже мой. Боже мой. Это просто жесть. Нападают на Флая. Стоит еще один в центре. Буквально краешком видит Анилл Весвона. Флай нападает на Хани. Хани. Хани идет вперед. Хани идет вперед. У него кулдаун. Астрала. Очень больно бьет по вам скоро. Вообще огромный дэмэдж. Так. Флай. Флай. Флай кулдаун в Карапас. Ой, по Флаю не выстрелил сейчас. Почему-то Деваурер. Почему он не выстрелил-то по нему? Бывает, что... Что-то мискликнул. Не, ну не знаю. Может думал, что Карапас действительно не выстрелил. Но тем не менее. Я на самом деле думал, что у Фнатиков здесь ждет неудача. Потому что они как-то... Как правило, когда драка вот так вот криво начинается. Посмотри, что делает Резолюшн. Делает все правильно. Он нападает на Рошана. И сейчас вот отличный момент. Потому что все, внимание было приковано кверху, снизу. Варда никакого нет. Но он вошел в смоке. И это огромный шанс. Великолепная игра от Резолюшн. Это много даст. Я бы еще отметил Трикси в этой игре. Потому что у него уже почти девятый левел. Почти мека. Есть арканы. И в целом на Дарксире он действует супер уверенно. Но, да, Сайлант сейчас... Ой, Резолюшн, извиняюсь. Резолюшн принесет огромные плоды для своей команды. Я просто привык, что на волке у нас Сайлант исключительно играет. Тяжело мне перестроиться. Никс. Атакует Штарм Спирита. У Штарм Спирита нету маны. Шейкер ушел. Падает Рошан. Потихоньку у Штарма. Проблема. Его захиливают. Шторм уйдет. Тем временем в миде у нас атака. На Трикси. У Трикси большие проблемы. Его разрубают. Но Тейл не успевает абсолютно ничего сделать. Ликан заходит сюда же с Аегисом. Видит ли Шрака? Ой, большие проблемы у Флая. Замах на стан. Нет, Флай пытается убежать. Ликан минусует вышку. Замах еще раз на стан. И еще раз на стан. Но Флай на этот раз уже уходит. У нас два Флая в игре. Ну, на этот раз Фнатиковский Флай ушел. Ну и проблемки начинаются у Фнатиков. Они сейчас потеряли Штарма. Вообще Шторм выглядит очень слабо в этой игре. Он как-то... Он как-то получил только ТП у нас. И все это время продолжает фармить. Здесь, ну... Такой вариант это так себе. То есть быть фармящим Штормом. Потому что, если мы сравним Шторма и Ликантропа, то Ликантроп у нас фармит где-то в два раза больше. У него есть Тяура, у него есть демедж. Да, он бафает всю команду. А Шторм все, что делает, фармит свои леса. Убегает на базу. Отхиливается и идет в очередной раз наверх. То есть пока что у нас с Эри... Даже если посмотреть на карту, ему некуда идти. Заваржено все с одной и со второй стороны. То есть здесь у нас вообще стоит два сэнтри и еще обсервер вард. Это против Никса в прошлый раз, когда его не смогли в итоге даже убить. Здесь не пройти. И у нас Фнатики, они как бы в своем обычном стиле заныкались сверху в четвером. То есть стали в четвером под тавер, стоят, дают Эри щит. Эра у нас бежит. Ну, это просто палево, да, когда на тебя бежит Шторм с Айм Шеллом, который хочет рваться. Я бы сказал, это просто Лерой какой-то, потому что если он ворвется, он реально умрет. И Резолюшн. Вот Резолюшн отыгрывает пока эту игру очень неплохо. Резолюшн, да, подходит вниз, начинает глядить нижний тавер. Снизу у нас бегает Мак. Маку уже есть Блинк Даггер. И Ханни здесь может поплатиться со своей наглостью. У Ханни мало маны. Не хватает ему на все. Ну, хотя смотри, пока его везет. Дважды прокнула Аура с двух ударов. Ну-ка, трижды прокнула Аура. У Резолюшна тысяча ударов. Ой, как здорово спрятал. И Резолюшн ускоряется, пытается выжить, дают Меку. Диваура живет, великолепная стяжка. И выживает еще на некоторое время. Проблема у Мага. Лишак забирает Шторма сверху, забирает Шейкера. Падает вышка от Ликана. Акс уходит на Блинке. И Эмпайр сейчас просто за какие-то щитные секунды зарабатывает огромнейшее преимущество. Падает дерево сверху, минус три. Упала вышка снизу, упадет вышка сверху. Это жесть. Это развод. Причем развод четкий был. Ликан сыграл снизу на себя Дестройера. Потом за ним Дарсия. Двух самых главных демодж-дилеров. Сверху остались пирожки, которые вообще демоджи не носят на троих. Тот самый Шторм Спирит 720 хп и ничего более. И в результате у нас под Хаулем Нюкс, Лишрак и Рубик разобрались. Вот не позавидуешь на самом деле Трикси в такой игре, потому что очень хочется ему, чтобы игра сильно затянулась в лейт. У нас все перешло исключительно в драке 5 на 5, где и у Шейкера были какие-то артефакты, и у него самого левел. Но когда вот такая идет 1 на 1, 2 на 2, Дарксир не реализует свой полностью потенциал. Когда у нас вообще идет сплит, потому что Дарксир не реализует себя полностью. Тевра, он бьет слабо. Гангать он особо никого не может. Нападает на него. Сален дает стан. Дает молнию. Подходит у нас флай и хочет заставить Карабаси. Но кончается в последний момент щит. И Трикси выходит. Выходит Трикси, выходит Ханни. Ханни боится. Боится вся команда Фнатиков. У нас Эра. Осторожник решил напасть на Сталента. Ультимейт. Убивает Нюкса. Рывается Мак. Мак начинает срезать. Но Мак 1. Маку очень больно. Кидает его вся компания. И Мак у нас также падает. Теперь у нас идет Резолюшн. Опять 1. Но Резолюшн понимает, что 1 он здесь ничего не сделает. Ну забрали все-таки Трикси. Но при этом потеряли двух героев. И на самом деле Фнатик очень неуверенно действует. Прям видно, что им страшно. Ну их можно понять. Потому что действительно игра складывается так, что они вынуждены все время как-то обороняться. Деваурер у нас имеет уже второй ультимейт. Действительно неплохо шваркнул сейчас. Но по сути дела кроме вот этого Деваурера в драке с руки никто не бьет. То есть нужно как-то все очень быстро проворачивать. Дарксир все еще 9 левел. Он получил 9 левел очень быстро. Но Дарксиру... Вот проблема Дарксира огромная. Что ему нужен в каждой игре абсолютно 12 левел. Чтобы иметь вторую стенку, четвертый вакуум. И пока этого нет, он чувствует себя не так здорово. Да, я еще добавлю одну проблему. Дарксиру нужно, чтобы у него был Шторм Спирит в слотах. Который будет вортексом тягать пацанов. Потому что пока от него просто вся команда убегает. И при этом нужно, чтобы кто-то... Шейкер? Да, Шейкер также с Блинкдаггером. То есть пока всего этого нет. Дарксир у нас просто бесполезен. И все, что он может делать, это бегать один по карте. Вот бегает он, пушит вниз, пушит вверх. Заставляет перетягиваться соперников на разные части карты. За счет чего фнатики могут забирать весь свой лес. Но это на самом деле не так просто. Волк у нас патрулирует весь лес волками. У нас пока Резолюшин бегает. Но пока он ими не патрулирует, а просто фармит. При этом у нас Сэмпайр забирает весь свой лес. И каждую секунду ты понимаешь, что на тебя может напасть Нюкс. И съесть. О, Сэй какой наглый. Он бегает по вражескому лесу. Врывается Эра. Так, Решака выходит. Поднимают воздух Сайлента за Станили. Ворует Фиссуру. Закрывает Фиссуру и Стан Веру. Но Эра должен уходить отсюда. Нееет. Такс успевает запрыгнуть. Великолепная игра от Ванскора. Опять он на сейве. И в общем, ну фнатик попытались хоть что-то сделать в этой игре. Фнатики пока вообще делают не самые адекватные вещи в этой игре. Бежит у нас Флай. Бежит у нас Лешак за Флай. Замедляет. Очень больно Трент-Потектору. Трент-Потектор умирает. Нападают на Хани. Хани очень больно. Хани также у нас умирает. Бывается Шейкер дает проказ. Но тут у нас Мак. Находит у нас Мак Шейкера. Говорит Мак, иди сюда. И Шейкер падает. Дарксир убегает. Забыли про Дарксир. Но нет. Сайлент возвращается. Возвращается. Замедляет ДСа. Но он бежит дальше. Такая погоня. Стоять. Предъявите ваши права. Просит предъявить Флай. Но нет. Трикси говорит, что нет у него прав. И убегает. Ну очень-очень хорошо все делают. Ой, еще и Трикси сейчас убьют. Он думал, что он чемпион. Но с ТП лететь не смог. В итоге теряют, по-моему, 5 героев сейчас Фнатик. И, в общем-то, вот эта слабость в пике Фнатик, ее хватило Империи. И сейчас Эмпайр могут проиграть только как-то очень неудачно, наломившись на хайграунд. Ну, наверное, даже дважды. Чтобы у Шейкера там появился у нас Блинк. Чтобы у Дарксира появился большой левел. Пока Эмпайр вот так вот контролирует всю карту, фармят. Очень медленно прибавляются итемы у Шейкера. И спешить абсолютно Империи на данном этапе некуда. 18-я минута, а они уже полностью под игры контролируют. Да. Тут для Фнатиков самая четкая и адекватная вещь – это забирать свой лес. Свой лес, пока никого нету. И нужны сентри, которые будут палить ворков. Вот волков вот уже стоят в сентри. Вот уже они могут это все контролировать. Но у нас находят резолюшена. Ну-ка, бьют резолюшена. Больно резолюшена. У резолюшена нет ничего. Резолюшен умирает на ровном месте. И волками, я прошу заметить, он даже не чекает противника. Ну, это такое уже. Почувствовали силушку. Все, мы победили, пацаны. У нас все хорошо. Можно загулять. Можно пару раз отдаться. Главное, чтобы сейчас сказали друг другу, все тиммейты, что так, ребят, давайте хотя бы сторону снесем, и потом уже будем фидить. Ну, потому что действительно так можно заиграться. Смотрим, у Дарксира проблемы. Получает весуру. Карапаса, великолепная игра. Трикси, стант. Залетает в него все, что только можно. Как же много дизейбла. Просто он не внившил стана в порядка 6 секунд, наверное. Очень классный сыграл Флайза. Карапасил его своими. Ну, с помощью Айвеншела. Ну, и в общем, вот. Забираю Дарксира. Выходит в пуш. Блэйдмейл у Акса. Кстати говоря, Блэйдмейл это отличная штука на данной стадии. БКБ ни у кого нет. Тут же Дивауэр не рискнет, я думаю, убить Акса. Блэйдмейл. Фиссура. Открывается на Хани. Хани бернет. И дальше спокойно-тавр забирает. В общем, что мы видим? Фнатики вообще бесполезны без своего товарища. Без своего мужика. То есть дэмэдж вписывать фактически некому. Видим мы эти суперганги в исполнении Шторм Спирит, у которого один ПТ на дамаг. Что выходит Шейкер, дает фиссуру издалека. Также у нас летит Шторм Спирит под армором Тринта. Говорит ему Флайд, давай иди убивай. Прилетает Эра, вкастовывается на всю ману и погибает. То есть и что-то делать с этим. Разве что брать Аут Ваур Деваура за компанию и нападать. У меня мысль, что вот в пике Фнатик лишним был вот как раз-таки этот Шейкер. Потому что, в общем-то, не смог он ничего абсолютно противопоставить на трипле. Смотрим, нападение на Сайлента. Своровал фиссуру, дает фиссуру в ответ. Сайлент живой, включает свой ультимейт. Сайлент даже мог не убегать, по-моему. Он тут раздает одному, второму, третьему. Смотри на Шейкера. О, боже мой, он наступает на зону действия пульсного и чуть не умирает. Интересная пробежка такая была. Ну, Шейкер у нас все понял, что с Сайлентом шутки опасны. С Сайлента, блудстоун. Теперь мана бесконечная. Тут бегает маг и находит Теру. Как красиво стоит Тера, заманивает у нас мага. И видно, что пока у Империи есть Леконтроп, есть волки, то они стабильно пушат один лайн, пока у нас товарищи развлекают всю остальную команду. Фнатика и забирают его рам. Подходят к очередному Таверу, забирают его. Фнатики с этим ничего сделать не могут и дальше у нас садятся на базу. Вот эти вот герои мне сейчас очень нравятся, потому что пока они не делают ничего. Армор Тринта кидать некому, потому что что Волк, что Лишрак его стабильность носит. Тут у нас пока пушат сверху Тавер. О, заперли Микана, но врывается Никс, великолепный стан по троим, Шейкер ультует прямо в крапас. Минус Шейкер, еще Эхо Слэм, воруют Рубик. И не успевают его выдать, Акс залетает дальше, два байбэка. Будет ли врыв от Рубика, у него есть даггер. Акс врубает Тринта, умирает Акс, врыв от Рубика, Эхо Слэм. Но тут же падает свисура, у Сайлента проблемы. И отбиваются, с ума сойти. Ханни всех убил. Просто суровый Ханни со своим орбом. Это то, что надо. С ним они все могут сделать. Так, и сколько байбэков потратили? Такой важный момент на самом деле сейчас. Два байбэка, Шейкера и Шторма. Ну вот, возвращаясь к верхней линии Фнатиков, что у нас получилось снизу? Терпел Акс, и потом туда пришел Рубик. В общем-то, получилось все не лучшим образом для Империи. Но что получилось сверху? Сверху терпел Шторм. На мой взгляд, Акс какого-то там восьмого левела с одним сапогом гораздо полезнее, чем Шторм восьмого левела с одним сапогом. И из-за этого вот данная слабость на верхней линии, она стала ключевой для Фнатиков. Из-за этого у них такие проблемы по игре. Я прошу заметить вообще общий Нетворс. Вот если ты сейчас откроешь, ты кое-что интересное увидишь. Вот именно бравая трепла Фнатиков, ну или дабла, вот мы можем увидеть. Да, она снизу. Нет, вот именно общий, сколько они заработали. Такого я на самом деле еще давно не видел, чтобы главный кэрри команды Фнатик имел вот такую ситуацию в этой игре. Это Шторм Спирит, задача которого набрать свои артефакты быстро, на реген особенно, и бегать, убивать пацанов. Если он убирает реген и способен сланшотить по игре любого, любого героя, то он становится такой единицей. Смотри, смоки, выходит. Да, она ходит Флая, Флай все это движуху видит, понимает, понимает, показывает, где у нас находится Флай, 3х цепляет Флая, все их толпой нападаем на Флая и... И убиваем. Это шанс токумбэк на самом деле. Ну подфидел, подфидел здесь Флай. Кстати, очень классно сделали Фнатики, они разбанили вот этот Сентряк и тут же, там же разбили Смоук. То есть, не ожидали этого имперцы, заходят на Рошана. Такой еще момент, вот, ты сказал о том, что этот Шторм должен летать, убивать. Но Шторм, вместо того, если у тебя такая плохая ситуация, ну, хотя бы если ты вкачаешь себе, там, третий Вортекс и с ультом побежишь куда-то, да, что-то третий Вортекс, то твои тиммейты будут иметь шанс еще как-то там расстрелять героя задизебленного. Но, что у нас сделал гражданин Эра? Он не вкачал Вортекс даже на единичку. Смотрим, врывается, Эра тянет, поднимает воздух, нужно прятать Эру сейчас. Эра уходит, Ликан, ВКБ, ВКБ это огромная проблема, но дерево мека прожимается, все великолепно, здесь исполнили. Сейчас Фнатики, Ликан бежит дальше, проблема у Флая. Флай уходит в инвиз, получает удар в спину. Ой, какой ультимейт, вакуум и ультшейкера, фиссура, Флай за счет Карапасов. Always one of Fly за счет Карапасов выживает, Дарксир заперт между двумя фиссурами. Эра просто уходит домой, появляется куча иллюзий, умирает Рикси и выигрывает эту драку Эмпайр. Да, я наверное всех запутал с тем, что у нас два флая в игре, но тем не менее. Очень, очень жестко Карапаса и Никса работают в данной ситуации. Очень жестко они контрят массу ультимейты, особенно те, которые кидаются. И ты видишь, как это летит. Да, там заходит шейкер или... Ну или Дарксир выходит, бежит на тебя Дарксир на суржее, ты видишь, что он идет, допустим, или он прыгает на тебя с Блинкдаггера, как это делает Трикси. Ты просто вырубаешь Карапас, он вязает вакуум или стенку, неважно что. И обычно, если стенка, то вы просто успеваете убежать, потому что время нужно потратить. Сверху у нас нападает на флая, в очередной раз начинает бить флая. Эра просто нет маны, чтобы свое нападение продолжать. И вот после вакуума-стенка, просто Дарксир получает стан и, увы, не проходит комбинация. И то же самое касается фактически у нас любого героя. Пропустили мы момент, где Сайланд заданялся обладстоуном. Где-то это было в позапрошлой, наверное, драке, судя по таймингу. Ну, на самом деле, это, ну, важный, конечно, момент, потому что у него хороший счет, хороший левел, 17-й левел, дал бы много экспы. Забирает он сейчас БКБ. Ну, и проблема, у Империи только одна остается в этой игре, зайти на ХГ и спушить бараки. Но это даже не проблема, скорее, это следующее их действие. Потому что мы видим, как у Акса у нас потрясающие артефакты, у Лешака отличные артефакты, летит к нему БКБ. Да, конечно, когда Лешак имеет такие артефакты, а соперники не имеют практически никаких, он просто их сжигает. И... У него приятный расклад со Штормом. Шторм, даже если на него инициирует, то Лешак ему наносит больше урона тем, что стоит на месте и ждет его. Ну, это такая, такое тоже вот стоит все-таки говорить, что этот саппорт, по факту это все-таки саппорт, но если он имеет хороший артефакт, то он очень сильный. Вью Тауэр. Фнатики этот Тауэр не хотят отдавать. Прыгает Трикси, блестящая фиссура и отличная стенка. Трикси у нас сразу погибает. Тренда блестящий ультимейт, но не хватает демджа. Не хватает демджа, Ханни стоит сзади. Стау у Ханни нету и Ханни лопается за несколько секунд. Да. Ну, в общем, здесь забирают спокойно абсолютно всех и остается 1Р в живых, ну и за ним гонится на фонтан. И, в общем-то, уходит у нас Эра. Падают бараки. Фнатикс минут на минуту напишет goodgame, потому что остановить вот этот пуш абсолютно для них нереально. Отличная игра от Ванскора, все время он ворует какие-то фиссуры, какие-то ультимейты дерева, как сейчас было, и очень сильно мешает команде соперника. Ну и, в общем, победа, победа от Империи. В первой игре они победили, но не будем забывать, что вчера они где-то, ну, так же легко одолели команду Power Rangers в первой игре. А во второй игре у них начались проблемы, и ФР смогли счет сравнять, отобрать очки у Империи. Посмотрим, что будет сейчас. Буквально через несколько минут у нас игра начнется вторая. У нас сегодня большой игровой день, целых три игры. Это Empire против Fnatic, это Alliance против Relax и Power Rangers против Dream Team. Так что вас сегодня ждет очень много дотки, а пока уйдем на небольшой перерыв.